Давай пока на вопросы будем отвечать, и пусть я найду новость какую-то я еще хотел. Спрашивает наша соратница. Здравствуйте, Вячеслав. Мы из Сибири. Ребенку дали путевку в Евпаторию. Стоит ли туда отправляться, безопасно ли? Ну, вы просто говорили несколько дней назад на эту тему, и вот спрашивали. Ну, сейчас, конечно, безопасно. Я думаю, что... Откуда люди из Сибири, откуда? Не уточняют, просто пишут из Сибири. Есть города в Сибири, в итоге большинство, которые гораздо опаснее Евпатории, просто по уровню преступности. Посмотрите и по тому, что происходит. Как вот та дама из Тобольска, которая во время прямого эфира с Путиным рассказывала, что она еле-еле убежала из Голландии в Тобольск, где так безопасно. А в Тобольске уровень преступности в 10 раз по убийствам, по крайней мере, по насильственным, больше, чем в Голландии. Я так понимаю, здесь вопрос в чем? В том, что предлагают отправить ребенка в детский оздоровительный лагерь. А несколько дней назад мы говорили, что сейчас, конечно, не детский оздоровительный лагерь. Ну, имеется в виду, с точки зрения питания, да. Ну, вот, как это ни парадоксально, я думаю, что с точки зрения питания в Крыму постараются, чтобы не было таких вещей. Да. То есть, это вот самое страшное нужно ожидать в Центральной России, кстати, в Сибири. Почему? Потому что всем все пофигу. А там будут стараться как-то, чтобы, ну, тухляком не кормить, и чтобы ни в коем случае не было никаких заболеваний. Ну, потому что они башки лишатся, если они будут поступать по-другому. То есть, там будут особые какие-то беспрецедентные меры предприниматься. Ну, потому что скандал никому не нужен. Хотя, не факт, что вот сейчас это же как лотерея. Как лотерея. То ли трипер, то ли диарея. А? Это стишок есть такой. Лотерея, то ли трипер, то ли диарея. Да, да. Ну, на самом-то, на самом деле, так вот, как ты в кон сказал, да. Спрашивай. Ну, если честно, я бы лучше ребеночка сам подвез куда-нибудь, ну, к морю. Вячеслав, планируете ли вы наводить партнерские отношения с ЕС и США? Конечно. Со всем миром вообще нет. Даже с Китаем. Даже с Китаем. Ну, все зависит, на каких условиях. Помнишь, когда этот Банк Империал рекламный, да? А на каких условиях? А после узнаете. Все это отвозят. Так вот, так что, вот, смотря на каких условиях, с ЕС, с США на вообще делить нечего. То есть, если кто-то претендует на что-то, что, в общем-то, наше, да, так это Китай, ну, Япония. Ну, с Японией тоже можно договориться. Китай очень проблематично будет договариваться, потому что мы видим, они, вот, если Путин демонстрирует, что Китай открыт к диалогу, он как открыт к диалогу, когда Китай, когда Путин делает шаги только назад. Чего изволите? Да, в таком случае Китай открыт к диалогу, а в каких-то других случаях, я не знаю. А насчет финнов? А насчет финнов? А что финнов? С финновами у нас всегда были хорошие отношения. Нет, я имею в виду претензии территориальные. Да какие там территориальные претензии? Там то, что они просили Путина, ему же сам отдал. Так что нам даже и париться не придется. То есть, ни для кого не секрет, что там выровняли линию государственной границы при Ельцине и при Путине. Так что, ну, выборка-то, я надеюсь, они у нас просить не будут. А как насчет таких стран, как Северная Корея, Зимбабве? Ну, а какая разница? Ты имеешь в виду, что там есть диктаторы. Ну, с диктаторами, конечно, отношения... Хороших отношений быть не может. Но сотрудничать, как и другие страны, в рамках мирового сотрудничества, конечно, нужно. Безусловно. И влиять как-то на то, чтобы там тоже ситуация менялась. Как в Зимбабве, которое было, когда Родезия, это было государство, которое в Африке по всем позициям, особенно экономическим, на первых местах стояло. Потом это стало Зимбабве и все. И это на последних местах. То есть, с первого на последнее место в Африке это надо умудриться. Вячеслав, кто у вас всю передачу теребит микрофон? Это у нас есть отдельный человек такой. Сидит здесь еще четвертый специалист, который теребит микрофон. Нет, на самом деле никто не теребит. Здесь вот еще много свидетелей на студии, которые подтвердят, что микрофон никто не теребит, честное слово. Так что специально хорошо. Мужчина тут повесился на дереве у парламента в Индии. И видели это видео, нет? Как вы думаете, что сделали полицейские? Застрелили его, чтобы не левчился. Нет. Ну информационный мир они бросились снимать. Конечно, все полицейские стоят и там мужик горячится. Ну такая вот Индия. Причем там волна самоубийств сейчас в Индии. Одна деревня в полном составе. 80 случаев самоубийства покончила с собой. В общем, мы решили, что пора реинкарнироваться. Как-то вот засиделись. Ну и понятно, что волна самоубийств вызывает другую волну самоубийств. Потому что информация о самоубийствах вызывает волну самоубийств. Это классика. То есть если взять просто без всяких самоубийств писать об этом, то это, причем, ну так вот красочно, что там-то, ге-гей, не так, как вот эти полицейские. Хотя это тоже, видишь, они записали там, не знаю, какой будет результат. Какова будет судьба, к смотрим, у вас точно? Ну как, какова судьба? Его построили, в каком бы он там плохом виде ни был, в любом случае он как-то будет использоваться. Безусловно, а как же. Вот я про волну самоубийства. Это вот как зевать в президиуме. Да, вот если сидишь в президиуме, зевнул, то весь зал начинает зевать. Так и здесь. Это такой прикол у меня был. Я очень любил так приколваться. Да, как раз зевнул, весь зал зевать. Зевает. Как раз по поводу Думы спрашивают, чьим замом вы были, будучи зампредом Думы? Заместителем председателя Думы. А чьим... То есть председателю фамилии надо... Ну, первый председатель Думы был Харитонов. Второй председатель... Я был заместителем Харитонов. Вторым председателем был Чуриков. Я был у Чурикова заместителем. Потом был Шувалов. Я был у Шувалова заместителем. Потом Большеданов. Я был у Большеданов заместителем. Ну и нужно понимать, что... Заместитель председателя, это не помощник. Да, да, да. Это чемодан вы не носили? Да, конечно. Это человек, который курирует работу определенного количества комитетов. Один зам курирует одни комитеты, другой зам другие комитеты. Секретарем, думаю, был аппарат еще, курируем по поводу, помимо комитетов. И был по должности, как правило, всегда я это пробивал, тоже лоббировал для себя, чтобы быть председателем контрольной комиссии. Контрольная комиссия контролировала соблюдение законов области на территории Саратовской области. И вот надо сказать, что когда меня периодически выгоняли, и я не был председателем контрольной комиссии, а был кто-то другой, то контрольная комиссия за все время, кроме того, как я был председателем, собиралась три что ли раза. За все время. А когда я был председателем контрольной комиссии, она собиралась каждый месяц. И где-то 12-15 вопросов. То есть это выдергивались чиновники, натягивались за то, что плохо работают. Стоялся вопрос об их увольнении, каком-то наказании и так далее. И с того, что они не выполняют какие-то законы. Почему не выполняете распоряжение Центроболта? Мы приблизительно в такой же форме им задавали вопросы. Эта работа мне нравилась. Контрольная функция очень серьезная. И она предполагала очень расширенную работу аппарата. Потому что нужно было мониторить, как что исполняется, какие-то вещи. Почему я очень быстро готовлюсь к эфиру? Почему я могу быстро промониторить все новости? Это как раз работа контрольной комиссии. Вот вы видите это в жизни. То есть я сразу, время знает на все. Нет. Представляешь, ты занимаешься кучей вопросов. А еще ты должен проконтролировать то, что было. Приходит информация, ты абсолютно везде, всем, какие только можно запросы рассылаешь. Потом приходит целая куча информации, которую ты здесь должен переработать и понять, о чем речь. Вот почему я очень быстро перерабатываю. Беру раз-раз-раз цифры какие-то. И я все цифры сразу знаю. Могу все переработать. Это именно работа контрольной комиссии. То есть очень богатая. Ее 13 с лишним лет. Ну там за минимум когда-то выгоняли по 2-3 года. Или сколько там не работал. Ну очень большую часть времени, конечно. Или до этого еще представителем комитета по законности. Вот эти же контрольной комиссии не было. Эти же функции были возложены на меня. А потом когда стал зампредом, ну то есть я захотел, чтобы эти функции все-таки у меня были. И поэтому там Дума переголосовала, что-то там поправили. Ну да, это чистый лоббизм. Ну так вот, не без этого тоже. Какие еще вопросы? Почему народ из задержек зарплат предпочитает резать ее на себе, а не виновникам сложившейся ситуации? Плохая ситуация не созрела. Вы понимаете, когда такого народу будет очень много себе вины, уж никто не станет резать. Вопрос вы правильный задаете. Вячеслав, обозначите свое отношение к Чубайсу. Да такое, достаточно ровное у меня отношение. Он как-то вот такой хрестоматийный злодей такой из прошлого. Да, и у меня нет желания броситься там, такого горячего там броситься, бить Чубайса. В том, что он виноват во многих грехах, я абсолютно согласен. Но я не согласен с Ельцином, который во всем виноват Чубайс. Помнишь? Ну не во всем Чубайс, конечно, виноват. Во многом и Боря Ельцин виноват. И всех, кто вокруг были. Но что у Чубайса больше, так сказать, он... Вот либералы считают, что Чубайс больше плюсов сделал, чем минусов. Я считаю, что те плюсы, которые он сделал, они для меня, во-первых, не плюсы. А во-вторых, даже если они вдруг плюсы окажутся, они настолько нивелируются минусами. Любой из минусов Чубайса уничтожает все плюсы вообще, даже никакого сравнения. Но это не личные минусы, это то, что он сделал в должности вице-премьера, то, что он сделал в должности главы администрации президента, где он там еще работает. Вопрос. Правильно ли, что расстреляли царскую семью? Ну как, может быть, правильно, что убили даже и как бы не относиться к Николаю, к его жене, да? А как, детей-то? Девочек зачем убили? Маленького зачем убили? Нет, конечно. То есть это злодеяние, безусловно. И причем злодеяние такого порядка, от которого даже большевики хотели отбиться и всячески возложить там. Самое главное, что желающих принять на себя геморрой полно было. И Юровский, и все остальные, они же между собой спорили, там я убил, там нет, я убил. Кто особенно, особенно спор был серьезный, кто убил царевича. Ну, я думаю, что недаром Юровский умер такой жуткой смертью. Это, в общем, как-то, наверное, ответ. И с другой стороны, я понимаю, что вот те люди, которые это сделали, они считали, что они на это имеют право. Почему? Потому что они же по-другому рассматривали Николая, не так, как мы сейчас. Они его рассматривали как организатора Кровавого Воскресения, организатора Ленского расстрела, Столыпинских, так называемых, реформ со Столыпинскими вагонами и Столыпинскими галстуками, ну и так далее. То есть они рассматривали как тиран кровавого злодея. Поэтому так вот четко сказать, что они там такие козлы. Ну, это злодеяние то, что они совершили, то по-другому не назовешь. Но нужно понимать, что кому-то повезло, кому-то не повезло. Знаешь, вот как этому, как его. Вот сейчас, через пару дней, будет 101 год, как погуглить Терехов, да, его фамилия. Это полицейский, который командовал Ленским расстрелом. Вот 15 мая будет 101 год, как его застрелили во время атаки. То есть его после Ленского расстрела разжаловали. Он там где-то служил в армии. И потом в 15-м году с австрийцами бой был, он атаковал, его застрелили в лоб. Ну, не всем так везет. Представляешь, что человек как-то вот обнулил свои заслуги, в кавычках. То есть он совершил злодеяние, он покаялся, не покаялся, я не знаю, но умер, в общем-то, как герой. И, может быть, будем считать, что, так сказать, закрыл свои счета. То есть он может примириться с тем, что он содеял, и, в общем-то, со всем, что потом случилось. Ну, это как касаемо конкретного человека. А касаемо эпохи, ну, столько было содеяно всякого зла, что, конечно, примириться народ не мог. И сейчас та же самая ситуация происходит. То есть чем больше будет множиться зла, тем страшнее будет выхлоп. Мы об этом говорим. Станислав Терехов. Терехов, да? Да, Станислав. Правильно я знаю, с вами не вспомнил. Чего-то меня, я думаю, какое число, смотри, 13-е. Вот, знаешь, бывает. Начинаешь, а что-то вспоминаешь, а потом раз, смотришь, какая дата-то, а дата рядом. То есть, вот, как будто это, там, звоночек такой, будильничек. Да, 15-го числа 101 год будет, как он погиб. И, в общем-то, безвестный такой и известен только тем, что злодеяние этого в Бадайбо совершил, там, Ленский этот расстрел, кучу народу положил. Русским быть сейчас стыдно. Согласны? Нет. Да, ни в коем случае можно стыдиться даже за себя. Можно стыдиться. Я говорю, я не хочу, чтобы мне было стыдно за себя, я не хочу, чтобы за вас, я не хочу, чтобы было стыдно за страну. Но быть русским не стыдно. Бывает стыдно. Вот мне, как русскому человеку, часто бывает стыдно. Ну, что значит стыдно быть русским? Это значит скрывать, что ты русский, там, как стараться отмежеваться и так далее. Я не скрываю и не пытаюсь отмежеваться. Наоборот, это моя страна, это мой крест, и мы должны это все до конца нести. И стыдиться многого мы обязаны просто. Потому что стыд, это один из движущих механизмов нашей жизни. Русский, значит, ватный путинец. Вовсе нет. Русские абсолютно разные. И даже среди ватных путинцев все равно я нахожу много приличных людей, которые, ну, там, да, вот он там. Ну, если не Путин, то кто и так далее. Но эти люди, они все равно понимают, что хорошо, что плохо. Они не говорят, что он молодец. Они могут сказать, что если не он, то кто? Чего же его на мыло менять? Они слишком хорошо помнят историю. Они помнят, сколько раз Россия умывалась кровью так, что вообще страшно было и непонятно, выживет Россия дальше или нет. И сейчас мы пришли к такому же этапу, когда Россия опять должна умыться кровью. И мы никто не можем сказать, впереди мы не видим будущего. Что будет с Россией? Будет она вообще или не будет? Оно для нас закрыто. То есть для самых-самых глазастых ясновидящих это будущее закрыто. Оно под пеленой. Потому что сейчас судьба решается. Будущее, оно вариативно. Вот оно сейчас решается, судьба этого будущего. Мы сегодня с тобой говорили об этом. Сейчас, настоящий момент. Какой оно будет? Викарю знать. Слава, как относится к Егору Летову? Егор Летов. Гражданская оборона? Группа. Группа. Ну да, да, да. Стыгну за дураков в правительстве. Ну там, кстати, в российском правительстве не так много дураков. То есть если вообще во власти большое количество дураков, то там очень хитрые ребята в правительстве. Ушлые, хитрые, себе на уме. И вот поверьте, когда все случится, эти ребята будут в очередь строиться и рассказывать о том, как они ненавидели Путина и как они должны послужить новой России. Вы их еще всех увидите в очередях. Они будут все почетными ветеранами. Мы их виллами замучаемся грузить. Ну так образно их сказано. Так, что у нас? Да, пишут, спать пора, согласен. Так, ну, до новой исторической эпохи у нас 539 дней осталось. Значит, просим вас подписывайтесь на наш запасной канал, на наш основной канал. Реквизиты запасного канала, они у нас там висят. Да, и он называется пока такое рабочее название «Безумная Гретта». Ну вот, такое хорошее, на мой взгляд, название. Это для, как рабочий вариант. То есть, «Безумная Гретта» это та дама, которую в средние века так довели, что она пошла, это брала сковородку у дьявола. Ну а еще это название «Большой пушки». Так что, вот, так вот. Очень большой. Очень большой. Поэтому просим вас на основной наш канал подписывайтесь и обязательно зарегистрируйтесь на сайте «Волна перемен», с тем, чтобы 28-го, 29-го вы смогли за меня проголосовать. Таким образом проголосовать за 5-е, 11-е, 17-го. Потому что мы должны, даже по тому телемосту, который мы проводили, мы должны определенной категории либеральной публики, не всей, но определенной категории, объяснить, что мы хотим 5-го, 11-го, 17-го. Мы не хотим доказывать свою правоту в судах. Потому что Вова нам сказал, замучайтесь по судам пыль глотать. Мы не хотим там башлять какие-то деньги его там этим фискалам, да, там, за то, чтобы потом эти деньги уходили на виланчели, да, и так далее. То есть мы хотим, может быть, решить жестко, но быстро, да, буду бить больно, но аккуратно. Так и здесь вот. Поэтому просим вас подписывайтесь на Волна перемен, чтобы вы могли проголосовать. Наши реквизиты менялись, в описании все новое, будьте внимательны. Спасибо, хороших выходных, до свидания. Хороших выходных, до свидания. До понедельника.